Сегодня с вами буду я, Наталья Щербинина, основатель студии и магазина Гельнейл. Поэтому мы с вами в прямом эфире, можете спрашивать, задавать вопросы. Так, потихоньку буду приступать. Значит, отвечаем сейчас на самый распространенный вопрос. Почему бывают отслойки, почему бывает желтеет гель? Так, и собственно, в какой последовательности, что и зачем мы будем делать для того, чтобы у нас покрытие носилось очень качественно. Ты по-другому поставила? Нормально. Нормально, да? Так, поехали. Значит, девочки, смотрите, ноготочки мы подготовили, мы сняли старый материал. Вот, и ноготочки у нас очень тоненькие, такие очень-очень подвижные. Поэтому, если делать покрытие некачественно, с таких ногтей просто будет слетать гель, держаться он не будет. Вот, потому что сами по себе ноготочки, видите, прям очень-очень такие шаткие. Итак, для того, чтобы покрытие держалось хорошо, мы подготовили ногтевую пластину, освободили от пыли. И еще на всякий случай я всегда прохожу палочкой смоченной в обезжиривателе около кутикулки. Убираю всю грязь из кутикулы. Так, пройдусь. Сейчас всю ручку пробегусь сразу. Так, все пальчики. Я снимаю старый материал практически до конца. Почему? Потому что. Значит, материал это химический состав. Химический состав начинает портиться, разрушаться по истечению примерно трех недель. То есть мы должны ногти, по идее, носить три недели, как бы, да? Ну, так заявляет завод-производитель. Как бы это гарантия того, что вот материал носится, потом нужно делать коррекцию. Нужно делать коррекцию даже не потому, что материал уже портится, а потому что отрастает ноготочек, идет давление на свободный край. Ну, то есть тем самым можно как бы при ударе повредить ноготочек, да, и идет нагрузка на ногтевую пластину. Так вот, собственно, когда разрушается кристаллическая решетка на ноготочке, материал становится более хрупким. Если вы при коррекции оставляете очень много здесь старого материала внутри, особенно на свободном крае, то и потом заливаете свежий материал, вот, собственно, ответ, да, почему могут быть и снизу ноготок может отслаиваться, может, в принципе, отходить, откалываться, потому что старый материал разрушается еще больше, и тонкий слой нового, он его, как бы, ну, не сдерживает. Или вам нужно сделать просто какие-то гигантские толщиной ногти. Вот, это один момент. Дальше, смотрите, мы начинаем моделировать. Я наношу праймер, праймер торговой марки Силкар. Мы работаем безкислотным праймером, этот праймер еще и с витаминками. То есть попитаем нашу пластиночку ногтевую. Вот, праймер наношу тоненьким слоем, и праймер сохнет на воздухе. Много праймера у нас быть не должно. То есть, если вы даете много праймера, это тоже причина отслойки. Поэтому один разочек прошли, и, собственно, на этом все. Не нужно 20 раз мазать праймером по ногтю и пытаться там что-то замазать. Нечего тут замазывать. Так, прохожусь. Кутикулу я не срезаю до момента, когда не нанесу весь материал на весь ноготочек. Почему? Потому что я делаю верхний опил, и чтобы кутикулу лишний раз не повредить пилочкой, я поэтому ее убираю уже в конце и шлифую ноготочек и кутикулу, чтобы все было красиво, идеально. Все, мы прошлись с праймером. Праймер сохнет на воздухе. Еще разочек покажу. Это Силкар, родной праймер. Мне он очень нравится. Бывают и кислотные у нас. Ждем поставку от Силкар. Где-то примерно недели через 2-3 будут и кислотные праймеры. Сейчас пока в наличии только бескислотные. Так, дальше переходим мы к именно подложке. Из чего же нужно делать подложку? Подложку под гель. Гель это твердый материал. Или базу, кому как удобнее называть, потому что называем мы ее разными вариантами, чего мы тут только не слышали. То есть, база бывает именно гелевая. И подложку мы делаем именно гелевую. Понимаете, девчонки, о чем говорю? Потому что очень часто сейчас и в учебных центрах, не знаю почему, учат делать подложку под твердый материал из гель-лака. То есть, наносить базу от гель-лака. Но если у вас все прекрасно и замечательно, и вы делаете именно базу от гель-лака в подложку под гель, такой вот масло-масляное, да, говорю. Ну, говорю как есть. И у вас потом гель отваливается или желтеет. Здесь просто идет конфликт материалов. Еще объясню, почему нельзя делать подложку из мягкого материала, а база от гель-лака это мягкий материал, а гель это твердый. Понимаете, здесь идет конфликт материалов по твердости, по мягкости. Как еще объяснить, чтобы было понятно? Потому что это самый распространенный вопрос, да, вот почему меняют слойки? Да потому что. Потому что под гель надо делать подложку из обычной прозрачки. Я сейчас в руках держу, это гель-пинг. Он прозрачный, имеет легкий фильтр. Вот. То есть, и вот такая у меня кисточка лохматая. Лохматая она почему? Потому что подложку мы делаем, сейчас я покажу каким методом. То есть, я беру минимальное количество материала и наношу ее вот таким вот втаптывающим движением в ноготочек. Сейчас еще даже уберу, я просто мешала, и у меня здесь много. Это много. Базы подложки должно быть минимальное количество, так, чтобы она у вас на ноготочке не блестела ровным слоем, а так, чтобы она у вас впиталась, можно сказать, в ноготочек. Вот таким вот образом вы должны это все прошлепать и потом отправить в лампу просушиться. Даже вот много все равно получилось, чуточку. То есть, а когда вы делаете базу от гель-лака, вы красиво, ровненько ее нанесли, плюс этот мягкий материал здесь у нас остался. А потом вы начинаете моделировать гелем. И не может твердый материал стоять на мягком. Он будет шататься при носке, при работе. То есть, мы руками работаем. Поэтому при любом ударе у вас мягкий материал будет шатать твердый. Вот отсюда и от слойки в том числе тоже, да. И часто, если вы туда кладете какую-то твердую базу, ну, типа каучуковые, там, кремниевые, различные бывают, именно из гель-лаковой системы, 25-й раз повторю, чтобы было понятно. Получается так, что если в них содержатся какие-то химикаты, ну, типа каучук или что-то еще, они еще и влияют на цвет. То есть, гель сам, который вы кладете сверху, уже камуфляж, может дать желтизну. И это не гель виноват, а именно база, которую вы положили вниз. Вообще, вот меня всегда очень удивляет, когда, вот, говорят, вот у вас там что-то не так, и вот гель у меня отваливается. Почему гель отваливается? То есть, ну, тут вопрос прежде всего в том, что каким образом наносился материал, какая была сцепка, какие материалы использовались и так далее. То есть, гель здесь вообще не виноват. Вот наши клиенты, мы выложим потом видео, сейчас снимали нашего менеджера, который вам пакует посылочки, Лера. Мы делали коррекцию последнюю, 15 сентября. И вот сегодня у нас 26 октября, да, ну, вот я болела, как бы долго не могла. Наш мастер, который работает в студии, загружена была какое-то время тоже. Короче говоря, вот полтора месяца. И, понимаете, отслойек нет. Все ногти стоят на месте. Это человек, который работает с утра до вечера, собирает, пакует посылки, режет коробки, делает какие-то там упаковочные вещи всякие. Ее ногти вот подвергаются прям вот стрессу такому каждый день, вот что просто не описать. И нет у нас отслоек. То есть, материал стоит вот просто как влитой. Поэтому говорить о том, что гель плохой, что что-то не так, ну, вот нет. Ну, я могу поспорить с кем угодно, что не в геле здесь проблема. И вообще, в принципе, отслойка, я хочу сказать это с уверенностью, это 90% это ошибка мастера. То есть, любая отслойка, если есть в работе, да, человек вам приносит эту отслойку, вы видите на ногтях, это ошибка мастера. Нужно учиться, нужно развиваться, нужно повышать квалификацию и разбираться, где делаете какие-то недочеты, где недоработано. Так вот, сейчас мы сделали, я полностью протаптываю обычно вот таким вот методом, прозрачным гелем, вернусь к подложке. То есть, я делаю подложку гелевую из твердого материала. Это гель однофазник. У нас однофазников, ну вот просто космическое количество, это пинг, это клер, это афинити клер, это виолет, это блю, ледовский, не ледовский, здесь не играет роли. Вот, поэтому, собственно, любой однофазник прозрачный можно взять с фильтром, без фильтра. Он будет служить прекрасной подложкой для вашей основной конструкции. Так, вот сейчас закругляемся. Я сделала подложку, видите, я прям проминаю, протаптываю, девчонки. Все, убираю здесь где-то остаточки, если какие мне не нужны. Все, кладем ручку в лапу. Пока делала одну, вторая у меня просушилась. Собственно, все, и начинаем моделировать. Будем моделировать мы всеми любимой. Возьмем гель Коверлайт, работаем мы гелями торговой марки Силкар сейчас. Вот, мы оптовая компания. Вот, мы работаем напрямую с заводом производителя. Являемся официальными представителями торговой марки Силкар в России. И поэтому покажу вам. Вот, вкусный оттеночек, да, как бы, девчонки. Ну, он такой, в принципе, всем подходящий. Я еще покажу сейчас быстренько. Мне очень нравится, обожаю оттенок Ковердарк. Иногда его боятся, смотрят, что вроде как темноватый. Но он идеально подходит для френчевых ногтей, да. То есть, если мы рисуем френчик. Ну, и, в принципе, он очень хорошо сливается с оттенком кожи. Очень красивый тоже оттенок. Вот. Ну, это наши вообще хиты. И Ковер. Так, а где Ковер? У нас там нет, по-моему, Ковера. А, нет пока Ковера. Ну, собственно, три камуфляжа. Они самые ходовые. Ковер, Коверлайт и Ковердарк. Не покажу вам. Ковера нет под рукой. Вот. Начинаю моделировать. Я моделирую кисть ее жесткой. Мне нравится. Я не протаптываю гель, не вминаю его. Тем самым у меня не получается пузыриков никаких. Вот. Укрываю весь ноготочек ровненько. Я работаю в аппильной технике. Я люблю идеальные ноготочки. Ну, кто не пилит, пожалуйста, это ваше право. Как работаете, так работаете. Тут мы не настаиваем ни на чем. Самое главное – это подложка. Дальше вы моделируете основную вашу архитектуру у ноготочка. И дальше закрываете финишем. Вот. Почему еще, да, одна из причин отслойек. Почему бывают отслойки? Потому что вы свою красивую работу, которую сделали качественная, вы ее хорошо не закрепили. То есть, очень часто сталкиваемся с тем, что финиш просто промазали вот так вот быстренько кисточкой и все. На самом деле нет, так делать нельзя. Финиш нужно укрывать очень тщательно. И укрывать, прям покажу, во всех уголочках. То есть, вот здесь, в зонах врастания. Финиш должен накрыть вашу работу всю, целиком. Закрепить кончик. Здесь ровненько распределить. И только потом отправить в лампу. А когда просто вот так промазали, все вот здесь края, укутикульная зона, все осталось распакованное. Вот ваши причины еще одна отслойки, девочки. Причин отслойок много, да. Опять же, проблема не в материале, а именно в технике, в технологии выполнения, наращивания ногтей. Так, какие-то вопросы у нас там были, Маргарита, то я разошлась. Все и так все знают. Все все знают. Только спрашивают. Постоянно. Так, ну это хорошо, что знают. Лишний раз повторится, как говорится, повторение мать учения. Я тогда отвечу на вопросы, которые мы вчера давали окошко, чтобы нам задавали клиенты вопросы. Значит, самый распространенный вопрос. Когда приедут наши каучуковые базы торговой марки Гельнейл? Девочки, сложилась шея ситуация. Нам тоже очень не нравится. Я вам всем сама лично обещала, что они у нас приедут в начале сентября. Их нет до сих пор. Поэтому обещают, что они приедут к нам примерно через неделю. Поэтому я не хочу вам давать каких-то неправильных обещаний. Но приедет небольшая партия. У нас их едет две. И обе едут вот очень долго. Поэтому ожидайте, как только появятся у нас какие-то сведения более точные. Мы вам тоже об этом сразу же сообщим в сторис. И вы узнаете первыми. Кто смотрит наши сторис, сразу узнает первыми. Поэтому, девчонки, такая сложилась ситуация, что из-за коронавируса очень долго стоит на таможне. Очень долго едет в пути со всякими препятствиями материал. Ну, короче, препятствия на самом деле. Вообще сейчас логистика очень сильно страдает. Поэтому дай бог, чтобы вообще у нас все эти поставки не нарушились. И нам было с вами чем работать. Так, что еще? Все, выключаем. В дожди у нас вопрос еще был. По поводу топа. Но такая же история. То есть приедут базы, приедет и топ. Будут новинки. Гель-лак не будет слезать с гели, если его не запиливать и не бафить. Если гель не запиливать и сверху гель-лак. Ну, да так делают. Ну, нет, не слезают. Не будет. Если топом хорошо покрыть и запечатать. Вы только снимаете хорошо тогда липкость. Потому что если липкость останется, гель-лак может сваливаться, скатываться с ноготочка. Вот тогда как бы может. А так, в принципе, нет. Так же делают без опилок. Конечно, да. Без опилы работают. Да, можно так делать. Так, какие у нас еще вопросы часто всплывающие? Вообще, девчат, напишите в комментариях, да, кто будет потом в записи. Мы оставим эфир в записи. Кто будет потом смотреть еще эфир наш. Пишите в комментариях, какие вообще темы интересны. То есть будем выходить в прямой эфир. Рассказывать какие-то, может быть, даже мастер-классы показывать. И интересную давать вам информацию. Поэтому пишите в комментариях. Будем рады обратной связи. Вот. Я сейчас смоделирую. Стойте, стойте. Почему тоненькая кисточка не работает? Тойте у кутикулы. Так, просто с каких-то марок гель-лак скалывается, а гель стоит хорошо. Это может быть, потому что гель-лак не просох. Скалывается с кончика. Или очень пигментированный. С кончиками на гель-лак? Да, именно гель-лак. Типа гель остается. Но гель-лак, скорее всего, идет за финишем. То есть, значит, его финиш не держит еще, получается. Он же скалывается вместе с финишем. Закупориваете кончик хорошо. И еще, не делайте, когда вы делаете наращивание. Не с кончика, не с кончика. А откуда тогда? Ну, напишите подробнее. На выставке мы не будем, нет. Да, девочки, на выставке мы не будем в этот раз. Поэтому приходите в магазин. Мы будем работать в обычном режиме. Надеюсь, сейчас меры, вот эти санкции, нас не коснутся. И будем работать в обычном режиме. В масках, пожалуйста, всех просим. Будем рады вас видеть здесь у нас. Ну, там на выставку пакерка, да? Да, на выставку, кстати, кто не знал, вход по QR-кодам в магазин. Пока, слава богу, нет. Мы обслуживаем без QR-кодов. Но масочки одевайте все, девочки. И тут вот еще спрашивали, почему мы тонкой кисточкой возле кутикулы. Ну, типа, это, может, гель, когда без опила делают. Девочки, когда вы работаете в технике без опила, вы можете подводить гель к кутикуле, как вам нравится, как вам удобно. Вот, то есть, пожалуйста. Но, вот я еще раз повторюсь, когда вы гель подталкиваете к кутикуле достаточно близко, не факт, что вы так же близко потом положите топ и закроете ваш гель целиком. Чтобы от слоек у вас не было от кутикулы, то здесь очень тщательно нужно вот этот момент у кутикульной потом проработать. Потому что я сейчас вообще, видите, я не переворачиваю рук, ничего не выравниваю, никаких движений не делаю. Потому что мне все равно. Я сейчас возьму аппарат, у меня аппаратная коррекция, смоделирую себе нужную мне форму и идеально запилю как бы ноготочки без единой зацепинки, без всяких плюшек, без свалившегося в бока материала, без бочек. У меня всегда очень красиво и получаются элегантные ногти. То есть даже иногда думают, что это просто гель-лак какое-то покрытие, потому что ногти прочные, но они достаточно тонкие и красиво смотрятся. То есть я люблю пилить. Читаю. Вообще, в принципе, он хорошо просушен, но просто как краска трескается. А когда глянец геля убираешь, все отлично. Чего? Еще раз. Вообще, в принципе, он хорошо просушен, но просто как краска трескается. А когда глянец геля убираешь, все отлично. Ну, наверное, сцепка лучше происходит, когда он все-таки опилен. Да? Видимо, топом плохо закрывается просто там и все. Поэтому... Подожди. Гель, когда вот сейчас вы смоделировали, ну, к примеру, это безопильная техника, к примеру, да? Вот. Дальше нужно убрать липкий слой. Нет, его убирайте. Обязательно. Да. И потом вы делаете покрытие цветное. Да. То есть в данном случае гель-лак не работает как гель-лак. Это просто цветник. Вы просто даете тон ногтевой пластине. Все. Дальше вы закрываете ее финишем. Ну, по идее, все должно нормально работать. Но это, скорее всего, топом просто плохо запечатывается, что она там трескается. Ну да. Нужно топом хорошо торец запечатывать. Вообще, как бы, к покрытию последнему финишному относиться, ну, так вот, как бы, прохладно, да, не стоит. Финишное покрытие – это вообще вот, не знаю, 80% вашей успешной работы, да. И если вы финиш покрыли плохо, то ваша предыдущая работа тоже вся пойдет на смарку. Будет скалываться там, что там, не знаю, от кутикулы будет гель отваливаться. Ну, как бы, проблемы бывают разные у мастеров. У нас, вообще, и как бы расскажу, у нас есть курсы. Курсы у нас проходят практически в индивидуальном порядке. То есть я беру на курс буквально по два человека. Курсы есть у нас салонное моделирование, есть аппаратная коррекция. Вот, где все моменты, и все отработки, и проработки, мы все здесь проходим, разжевываем до мелочей. Вот, поэтому все нюансы в работе какие-то уже такие сложные. Вот, все разбираем на курсах, девчат. Просто так сказать вот сейчас, что там скалывается и почему именно у вас не так, я даже ноготочек не вижу, мне даже вот сложно представить, потому что у меня такого не происходит. Поэтому сейчас, о чем идет речь, мы только представляем. Ну, как бы, понять на сто процентов и дать вам совет правильный, ну, я не могу, к сожалению. Так, что там у нас еще вопросики есть? Вот, расскажу тогда свой план. Так, сейчас мы смоделируем ноготочки. Вот, я моделирую в основном, мне сейчас важна, смотрите, я не делаю сильно там каких-то ровных ногтей. Я моделирую сейчас, чтобы у меня был в зоне апекса нужное количество материала. И была нужная для меня толщина, чтобы при снятии аппаратом я достигла нужную мне форму и толщину ногтя. Поэтому, если где-то толстовато или вам кажется неровно, ну, собственно, в конце будет конфетка. Вот, если кажется кому-то, что техника аппильная достаточно сложная и долгая, ну, как бы нет. Я считаю, что среднее время коррекции и должно занимать в районе где-то двух часов. То есть, все, что делается быстро, вот так вот, прям бегом-бегом, ну, это не то качество ногтей, которое, как бы, должно быть. Поэтому здесь где-то допускаются ошибки, где-то какие-то этапы проскакиваются. Поэтому среднее время коррекции два часа, это нормально. Мы укладываемся и с выкладкой материала, и с аппилом. Ну, то есть, полностью готовая работа за два часа у нас проходит. Если какие-то сложные варианты ноготочков, ну, за два с половиной, вот. Но у нас клиенты настолько, как бы, преданы, потому что куда-то даже пойти, уже сразу замечают все ошибки. Так, вопрос. Планируются ли в ближайшее время курсы по повышению? Курс планируется сейчас на начало ноября. Мы планировали где-то на пятое, ой, шестое, седьмое, наверное. Напишите в Дирик лучше, да. Напишите в Дирик, да, мы ответим. Но вот сейчас вот с этим карантином, то есть, если вы на курс, то обязательно должен быть QR-код, потому что в студию мы пускаем только по QR-кодам на сегодняшний день, пока такие требования. Продолжение следует...